В Рязани, как и в других регионах, на заявление Дмитрия Медведева в органах власти пошла реакция. Вопрос очистки территорий во дворах, в частности, контролирует префектуры города. Там заявили, что любое обращение граждан по телефону, на сайт «Исправим вместе» или при личном визите с 9 утра до 6 вечера рассматривается. После чего происходит выезд по адресу, с которого поступило обращение, чтобы убедиться, действительно ли двор находится не в идеальном состоянии. У нас есть нормативы. Конечно же, идеалы – это понятие субъективное. Для каждого идеала – это свое представление об идеале. Но есть нормы, согласно которым двор должен быть почищен. Не создавать препятствий для движения личного транспорта, безусловно, и служебного транспорта, а также пешеходов. Гражданин сам, естественно, если чувствует, что ему тяжело идти, то он осуществляет обращение к нам, и мы устраняем или с помощью воздействия на управляющую организацию. Если это территория муниципальная, то мы обращаемся в муниципальное предприятие, которое отвечает за обслуживание данной территории. Видимо, понятия об идеале у самих рязанцев и председателей ТСЖ или представителей управляющих компаний совершенно разные. Выбрав случайный двор для проверки на прочность, наша съемочная группа оказалась на улице Грибоедова в районе дома номер 22. У нас во дворах ТСЖ убирать очень хорошо. Рядом управляющая компания тоже почистили. А вот здесь, по-моему, нет? Чистили тоже. А это чистили. Это тоже управляющая компания. Я председатель ТСЖ. Так что председателя ТСЖ, по его словам, все устраивает. Хотя под ногами снег, под ним лед, трудно ходить, машины ездят по ледяной клее. Как этого не замечает председатель ТСЖ, неизвестно. Зато все видит и чувствует на себе местные жители. Безобразно чистят. Под машиной мы сами чистим, а двор вообще не чистят. Вот он рядом дома, но у нас вовсе не очищен. Вот маленький от порогов очистить, а дорог вся даже нисколько. Ну, неудобно, конечно, в снегу. Когда поедешь, он за водой с тележкой и не проедешь. Нет, очень плохо почистен снег. И вообще, снег навалили на газовое оборудование. Как говорят местные жители, дворники во дворе не работают. Чтобы разово очистить двор от снега, была нанята бригада рабочих. По словам местных жителей, председатель ТСЖ не стал вывозить снег из дворов. Он нанял людей, которые при уборке снега закинули его на территорию газового оборудования и детской площадки. Из сугробов грязного снега дети постепенно смастерили себе горку. Но по правилам ли была убрана эта территория? А что касается газового оборудования, на днях из-за наваленных сугробов здесь произошел выпиющий факт. Да туда просто подхода нет еще. Приходили с газового оборудования смотреть. Не могли туда попасть. Разводили руками. Это при том, что по всей России власти делают все для того, чтобы проверить газовое оборудование как можно в большем количестве домов. После прошедших по стране взрывов бытового газа. А по вине управляющих компаний и ТСЖ, оказывается, это становится невозможно. Возвращаясь к уборке снега, стоит сказать, что сотрудники префектур самостоятельно ежедневно производят обследование рязанских дворов для выявления нарушений. Так что, если не жители, то сами префекты предпримут меры для того, чтобы привести город в порядок. И напоследок хочется добавить, что штраф за неустранение нарушений должностным лицом составляет до 4000 рублей. А если мы говорим о юридическом лице, то сумма может превысить 300 тысяч рублей. Так что прибыльнее будет чистить дворы.